Сегодня в Гомеле распочала работу международная конференция с уделом представителей Следующих Комитетов и науковых сотрудников Беларуси, России, Литвы, Польши и Италии. На протяжении двух дней они будут обмеркивать шляхи удосканавливания досудовой вытворчасти в криминальном процессе. Наши корреспонденты подчеркнулись огученными темами. Это первая международная науково-практичная конференция, которая организована на региональном узровне, что, однако, не поуплывала на географию краинодельниц. В постоянном тесном контакте працуют не только Следующие Комитеты, а и науковые установы, которые займаются пытаниями процессуальной деятельности. В нашей академии проходят повышение квалификации исследователей Следственного Комитета Республики Беларусь. Так что у нас полное сотрудничество и полное взаимопонимание. Естественно, есть небольшая разница в уголовном процессе в основном, но вопросы доказывания для следователей, они везде одинаковые. Битаники плануются разглядеть подчас работы конференции тычется бодай у всех сфер деяности Следующих Комитетов. Применение методики захвачивания обвинуваемых, удел адвокатов на стадии попереднего расследования, сопровождение терроризма, оценка социальной небеспеки незаконной предпринимательской деяности. Особным ротком боротьба с коррупцией. Среди проблемных моментов – организация обороны людей, которые поведомляют об таких фактах. Для того, как выпрацывать действенный механизм, Литве, на приклад, потребилась Амаль 10 годов. Они боятся сообщить о том, что их начальство, их руководители занимаются коррупционными сделками, будь то закупки, будь то какие-то распоряжения и так далее. То есть здесь слабое звено и незащищенное звено, как правило, является именно тот заявитель, который находится в подчинении работодателя. Среди огученных пропанов – створение Международного центра регулирования ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных речевов. Это позволит не только больше эффективно смагаться с небесвечной заявой, но и прогнозовать час заявления новых наркотиков в конкретных краинах. Я думаю, что такой обмен опытом, обмен мнениями по наиболее актуальным теоретическим проблемам, касающимся развития уголовного процесса в стадии предварительного расследования, будет взаимовыгодным и полезным. Становчивый вплыв в Гомельской конференции, должен оказать не только надеянность следственных комитетов. Среди уже огученных выников – удосконаливание процесса подрыхтовки будущих юристов в вышедших научных установах, например, в Гомельском державном университете, который, вместе с управлением следственного комитета по Гомельской области и областным объединением союза следственных, является одним из организаторов конференции. Эта конференция также будет очень полезна и для соединения ученых и практиков. Поэтому проведение этой конференции будет способствовать повышению квалификации наших преподавателей и, соответственно, повышению качества образовательного процесса. Алексей Нцюров, Марина Джалы, Андрей Иванов, Телерадио, компания «Гомель».